Я использовалась в бутылке, делала своими руками. То есть не где-то покупалась, как сейчас магазин, а все наши предки умели делать собственными руками. Представляете, сколько надо знаний, умений, сколько терпения. Смотрите, как вы думаете, что это такое? Как будто расческа, да? Вот не послушаю, иди сюда попами сажали. Они должны были слушать. Я шучу, конечно. Это леночесалка. Вот мы сами, вот такую одежду вот эту покупаем уже в магазине, да? А раньше наши предки сами могли сшить эту одежду. Представляете, для этого они должны были посадить лен, потом его обработать, затем прочесать, положить, высушить, затем приготовить так, чтобы можно было сделать из него нить, тоненькую нить. Затем все это на ткате, на таких станках, называются ткатские станки, а потом уже из полосна сшить на такое платье. Очень трудоемкий процесс был. И очень хорошие домоткальные ткани. Вот такие были домоткальные ткани. Посмотрите, какие плотные, такие качественные. В таком ходи-ходи и не переходи. Сейчас таких вещей нигде нет. Вот даже ни за где деньги нет. Это же поезд, да? Поезд, да, в данном случае. Мужской или женский это? Очень интересно. По расцветке можно сказать, что и женский. Ну, как бы поезд мужский больше. Он на самом деле прямо натуральный, да? Да, да. Это вот, кстати, еще одна особенность нашего вот этого, нашей экспозиции, это то, что все вот эти экспонаты подлинные. То есть они использовались в быту. Приехали, ну, допустим, экспедиции с музея, научно-патологики, кто-то просил, ну, давайте, ну, давайте. Кто-то принесет, отдаться вот такие вещи, чтобы вы видели, чтобы вы знали историю, да? Вот смотрите. Да, саркаш – это вилка для терна и вариха. Вот это пряга вот такая вот, вот такое вот веретено, и ник называется, веретено было, тоже использовали. Какое, как вы думаете, что использовали, какую шерсть? Обычно… Соболь. Нет, ну, не соболь, это шкуры собольные. А шерсти была, ну, можно было использовать шерсть животных, да? Какие животные? Ну, собачью шерсть, да? Вот читали собачку, овечью шерсть, молодцы. Вот. Вот такие были башмаки. Башмаки, то есть чайрок такой национальный. Он делался из кожи, да, выделанный, и вставлялась в береста, чтобы придать форму. И тоже ходить, и не сходить, и до сих пор заново. Да. Эмые вещи. Пойдемте дальше, ребята. Вот это у нас стерилизованный костюм шамана, да. У нас были шаманы, это те люди, которые могли общаться с лагами, как ими, на лице, язык чего, птиц, зверей, да, шаман, великий человек. Он все понимал, лечил людей. Сейчас у нас кто, доктор, а врачи? А раньше не было врачей, были шаманы. Они все кричили. Пойдемте дальше. Посмотрите, вот что это, на что это? Это пилашка. Это пилашка, да, у кого я имею в виду, да? Пилашка. Пилашка. Для чего пилашка? Чтобы деревья лечить. Да, усилить что-то, сделать деревянное, да? А вот этот инструмент, интересный, интересный, называется корникопалка. Мы же раньше использовали много-много корней. И вот корникопалка для этого использовалась. Чтобы, смотрите, вот так высыпить, и все, и вытащился корень. Какие корни использовались в виду? Кандыка, да? Различные корни еще сушили, заготовили. Какие корни еще? Кто знает, какие корни полезные использовали? Есть такой корень бадан, знаете, да? Растет на скалах. Ну ладно, тогда я не буду говорить. Просто кандыка, видели цветок? Все, кандыка и пойдет, пойдем. Пользуем еду. У нас скоро будет урок, мы пойдем, знаете куда? Пойдем в лес, ну как в лес, на лужайку. Собирать, будем собирать корни кандыка, и будем сразу рассказывать секрет о его приготовлении. Если хотите, то где-нибудь вам попросите. Запомнили? Корень кандыка и секрет о его приготовлении. Будете знать, как готовить кандык. Пойдем. Вот такая грешетка, такой, очень интересная. Пузырь, пузырь. Пузырь, пузырь. Пузырь, 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 пузырь. Да, вот она использована для того, чтобы можно было зверей пошугать, чтобы они не испугались и бежали. Пузырь, пузырь. Ты не бьешь? Позволь еще вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА